Добрый день, друзья! У нас сегодня на обзоре смартфон от малоизвестной компании Arquitel. Модель называется C12 Pro. У этого смартфона неплохие характеристики и цена в 5000 рублей. Получается, что здесь дисплей с вырезом, соотношение по сторонам 18 на 9. И плюс еще здесь не самое лучшее разрешение. За счет этого они смогли сэкономить по цене. Значит, процессор установлен здесь Mediatek 6739. Точно такой же процессор установлен в Huawei Honor 7A, который стоит примерно на 2000 рублей дороже. Это смартфон с 2 гигабайтами оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти. Тут есть Face Unlock, то есть отблокировка по лицу. Есть сканер отпечатков пальцев. И в отличие от недавно показанного нами телефона BlackWave A30, здесь батарея на 3300 мАч. Там было 2500. И плюс здесь есть сканер отпечатков пальцев. Дизайн, конечно, чем-то копирует OnePlus. Но сам смартфон очень хорошо собран. Телефон здесь разборный, он разбирается. И здесь можно поставить две сим-карты и карту памяти одновременно. По разъемам здесь все стандартно. Наверху находится microUSB и разъем для наушников. Сканер отпечатков на спорте сзади. Срабатывает он очень хорошо, в принципе, очень быстро. И в отличие от Honor 7A, здесь есть дополнительный динамик, скажем, для музыки, для звонков, которые находятся сзади. В Honor 7A был всего один динамик, то есть и разговорный, и совмещенный с обычным динамиком для прослушивания музыки и просмотра в YouTube. За такие деньги в российской рознице мало что можно купить. И у людей большинство, то есть есть люди, которые вот такими телефонами ходят на руках. То есть это будет телефон неплохой заменой таким телефоном. По характеристикам здесь, в принципе, все нормально работает. То есть это чисто Android на 8.1. И сам смартфон работает без каких-то моментов. То есть там бывает, что клавиатуру какую-то левую устанавливают, какие-то дополнительные сервисы. Здесь ничего подобного нет. Клавиатура от Google. Расположение кнопок можно поменять. То, что я уже сделал, поменял на нормальное расположение, как у, скажем, Samsung. И здесь все сервисы от Google. По камерам здесь я хочу сказать то, что чудо ждать не стоит. Смартфоны за такую цену показывают примерно одинаковый результат. Хотя к качествам фотографии в обычный солнечный день я остался доволен. Селфи-камера тоже довольно неплохого качества. И видео пишет в формате Full HD. Запись видео, проверка звука. Пишем настроенный микрофон, съемка против солнца. И вот такое вот изображение. Попробуем немножко походить. В принципе, фотографиями я остался доволен, потому что за эту цену, я думаю, что ничего подобного невозможно купить. Ничего лучше. И в российской роднице примерно за 5000 рублей мы можем купить телефон с одним гигабайтом оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной. И там, конечно, речь никакая не идет о сканере отпечатка пальцев и тем более разблокировке по лицу. А дисплей, в принципе, очень красивый, потому что он с вылетом наверху. Телефон выглядит очень современно, монолитно, крепко. Не то, чтобы я перехвалил этот телефон, но на самом деле я остался с ним очень доволен, потому что за 5000 рублей ожидаешь обычно телефон не самой высшей сборки. А тут все оказалось на довольно хорошем уровне. И плюс аккумулятор 3300 мАч. В принципе, он работает весь день. Из приятных бонусов отметьте то, что уже на экране была приклеена пленка. Об этом не нужно нам дополнительно заботиться. И был чехол в комплекте. Чехол хорошего качества, прозрачный обычный силиконовый чехол. Это хорошо, чтобы производители стали, то есть, сейчас сложить в комплекте чехол, потому что чехол на такой телефонный день будет непросто. И в комплекте, конечно же, нет наушников, это традиционно для китайских смартфонов. И то, что здесь прикольно, то, что две камеры, но портретное фото они делают так себе, я так и не понял. Я нажимаю портретную фотографию, там просто размытие по бокам, какой-то круг появляется. Мне кажется, что вторая камера, она просто здесь для галочки. Но что даже прикольно, что даже здесь вспышка сделана как бы как на айфоне, то есть, двойная вспышка. Из цветов я выбрал, конечно, черный, он мне показался самым прикольным. Там есть такой еще синий цвет, золотой. И на коробке был еще написан red, то есть, в дальнейшем, возможно, появится еще сочетание черного с красным. То есть, это популярный цвет. Почему-то у населения очень популярные цвета. Это синий, там, бирюзовый, красный. То есть, если раньше это было черный, серебристый и золотой, то есть, от золотого и серебристого сейчас многие стали уже отходить. Такой дисплей, в принципе, отлично смотрится. И тут шторк уведомлений, в принципе, все такое гугловское. Мне очень нравится то, что здесь нет реально ничего лишнего. Все в телефоне работает. Я проверил и сканер отпечатков пальцев, и Face Unlock. Конечно же, Face ID это не такое, как в iPhone. Это все для маркетинга делается, это по фотографии можно разблокировать. То есть, в принципе, за примерно плюс-минус 5000 рублей мы получаем телефон за свои деньги отличного качества. Конечно, дисплей здесь не самого большого разрешения. Вот если я смотрю на этот дисплей, то есть, если не приглядываться к пикселям, то это очень хорошее качество дисплея. Углы обзора тоже мне обрадовали. И цветопередача на хорошем уровне. В принципе, я считаю, что за такие деньги этот телефон неплохой. Конечно, если, например, доплатить по 1500-2000 рублей и купить Xiaomi, скажем, 6A или тот же Honor 7A, то там и оболочка такая приятная, более функциональная. Но за 5000 рублей этот телефон, я считаю, что полностью оправдывает свои средства. И хорошо, что после года всего лишь, как показали iPhone X с вырезом на дисплее, мы получаем такие прикольные телефоны, также с вырезом в таком низком теновом диапазоне. Вот такой обзор и впечатление от этого смартфона. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч.